Тверской музей «События. Люди. Перспектива». Научно-практическая конференция под таким названием состоялась 27 октября в областной столице. В ней приняли участие не только тверичане, но и их столичные коллеги. Они отмечали, что наша губерния полтора столетия назад опередила всю страну. «Я приехала в гости к старшему брату», — рассказала нам старший научный сотрудник того самого Государственного исторического музея Ирина Клюшкина. Ведь открытие в 1866 году в провинциальной Твери собственного музея стало в XIX веке событием общеимперского характера. Это первый исторический музей, открытый в России в XIX веке. Местных музеев было достаточно много, но это были музеи с неопределившимся профилем. А Тверской музей — это музей именно истории, истории региональной. Неудивительно, что когда в Москве лишь шесть лет спустя был открыт Государственный исторический музей, его основатели и руководство вели активную переписку с тверичанами. Впоследствии наша коллекция активно пополнялась вплоть до 1917 года. В итоге Тверское хранилище древности осталось на виду и при советской власти. В момент революции он был одним из самых богатых собраний нашей страны. Затем уже в разные периоды нашей истории Тверской музей становился экспериментальной площадкой для исследований в области музейного дела. И результаты этих исследований внедрялись в практику в нашей стране. На конференции, посвященной 155-летию основания Тверского музея, неоднократно подчеркивалась роль современных региональных музеев в сохранении и формировании исторической идентичности России. Особое внимание уделили биографии тверичан, неразрывно связанных с наполнением, а самое главное, с сохранением местной коллекции. Это около миллиона людей на сохранение. И, наверное, благодаря хорошему пониманию исторического наследия этих людей, которые работали в администрации области в 90-е годы, и такому очень известному директору того времени, Башняку, вот всё это удалось сохранить. Сейчас Тверской государственный объединённый музей — это более 30 филиалов по всей области. В ближайших планах — открытие после реставрации второго корпуса беженского филиала, переезд Калязинского в другое здание. Ещё одной долгожданной премьерой будущего года будет окончательное завершение реставрации музея Салтыкова-Щедрина. Причём, скорее, это будет даже реставрация, а реконструкция, поскольку музейный комплекс расширится. К нему добавится ещё вот тот флигель. И таким образом станет возможным не только выставлять всю экспозицию в полном объёме, но и проводить культурно-просветительские мероприятия. При этом тверские музейщики надеются, что этими реставрационными планами всё не ограничится. Как в районах, так и в областном центре. Ведь сейчас из-за дефицита площадей, из миллиона экспонатов, далеко не всё можно выставить на всеобщее обозрение.